Добрый день, глубоко уважаемые коллеги! Развитие нежелательных реакций со стороны сердечно-сосудистой системы в процессе проведения противополевого лечения характерно для различных классов лекарственных препаратов. Среди наиболее часто используемой группы средств – цитостатиков, неблагоприятным воздействием на миокарп и проводящую систему – обладают препараты, эффективные и, соответственно, широко назначаемые при различных видах злокачественных наобразований. К ним, в частности, относятся антрациклины, токсановые и платиновые производные. Однако неблагоприятное воздействие такого рода присуще и другим классам противополевых средств, а именно таргетным препаратам, которые с осторожностью применяют у пациентов с тяжелой артериальной гипертензией, ингибиторам CDK-4,6-зависимых киназ, на фоне которых может наблюдаться удлинение интервала КУТЭ, а для иммунных препаратов, обладающих оригинальным механизмом противополевого действия, описаны случаи развития иммуноопосредованного миокардита. Таким образом, развитие медицины и расширение возможностей более эффективного лечения злокачественных наобразований лишь актуализируют проблему кардиобезопасности и подчеркивают необходимость работы онкологов и кардиологов в одной команде. Так как вопрос, лечить или не лечить онкологическое заболевание, даже у пациента с предсуществующей кардиальной патологией не стоит, нам лишь необходимо найти компромисс в возможностях терапевтического воздействия и обеспечении безопасности противополевого лечения. В последние годы все больше исследований проводится с целью определения резервов в обеспечении долгосрочной кардиобезопасности пациентов, получающих противоопуклевое лечение. Интересным представляется анализ, опубликованный Армстронгом с коллективом авторов в 2019 году, который объединил сведения от 23 тысяч человек, ранее получавших лечение по поводу педиатрических злокачественных наобразований. Основная цель этого исследования состояла в том, чтобы понять, как часто бывшие пациенты страдали от сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца, пороков сердца, аритмии и болезни перикарда. Для более достоверных выводов авторы учитывали такие дополнительные факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, как сахарный диабет, курение, гиперхолестериномия, лишний вес и уровень физической активности. Среди выводов были положения о том, что, несмотря на то, что число пациентов, получающих потенциально кардиотоксичные режимы, увеличилось в последние годы, но большинство этих режимов включают более низкие дозы цитостатика. Также значительно сузились показания к назначению радиотерапии. За 20 лет число пациентов, получавших лучевую терапию, уменьшилось практически в 2 раза. И как результат, изменение лечебных подходов привело также к двукратному снижению риска развития ишемической болезни сердца за 20-летний период. Помимо этого отмечено снижение риска развития пороков сердца, а вот показатель заболеваемости другой сердечно-сосудистой патологии остался прежним. Таким образом, при промежуточном анализе авторы делают важнейший вывод о том, что изменение лечебных методик, применяемых в лечении онкологических пациентов, позволяет добиться как улучшения онкологических результатов, так и сделать противоопухолевое лечение более безопасным с точки зрения снижения риска развития побочных реакций со стороны сердца. С другой стороны, в 2020 году было опубликовано и другое исследование, авторы которого поставили перед собой задачу проанализировать, в какой степени репортируются кардиальные нежелательные явления в онкологических и неонкологических исследованиях. Анализ объединил сведения об огромном числе пациентов – 97,5 тысяч, которые принимали участие в 189 протоколах второй и третьей фаз. За двухлетний период изучались 123 различных противоопухолевых препарата, большинство из которых были не цитостатики – 72,5% приходилось на некие биологические, таргетные или иммуно-онкологические средства. Суммарно были учтены 148 138 лет наблюдения. За этот срок исследователями было сообщено о 1148 случаях значимых кардиальных нежелательных явлений, среди которых зафиксированы сердечная недостаточность, инфаркт миокарда, инсульт, нарушение ритма, потребовалось выполнение 29 стентирований коронарных сосудов и наблюдалось 246 смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. Более того, кардиальные нежелательные явления регистрировались при использовании исследуемых препаратов в сравнении с плацебо, и связь именно с исследуемыми препаратами косвенно подтверждалась тем, что при анализе 64 исследований, в которых существующие сердечно-сосудистые заболевания являлись критерием исключения, в процессе терапии было зафиксировано 269 случаев кардиальных нежелательных реакций. В сравнении с этим, среди 6000 пациентов, сопоставимых по возрасту, но страдающих не онкологическими заболеваниями, а атеросклерозом, частота репортирования кардиальных нежелательных явлений была в 2,5 раза выше, чем в онкологических протоколах. Евдей поддерживает позицию, высказанную авторами анализа, о недоучете и недорепортировании сведений о значимых кардиальных нежелательных явлениях, в том числе при использовании заведомо кардиотоксичных препаратов, как на этапе проведения противоопухолевого лечения, так и при последующем наблюдении. Но авторы не ограничились одной констатацией факта недоучета кардиальных нежелательных явлений, но и попытались вычленить факторы, влияющие на этот дисбаланс. Оказалось, что большинство исследователей уделяют повышенное внимание дисфункции левого желудочка и для ее выявлений используют эхокардиографию. Однако в практике наиболее часто регистрируются сосудистые, метаболические, аритмогенные и воспалительные проявления кардиотоксичности, которые эхокардиография не позволяет зафиксировать. Как уже говорилось, все более широко используемый класс иммуноонкологических препаратов увеличивает риски развития миокардитов, но ни одно рандомизированное клиническое исследование не включает исследования кардиальных маркеров, таких как тропонин. Но, несмотря на то, что онкологи, конечно, не в состоянии в полной мере оценить потенциальную кардиотоксичность всех современных препаратов, только входящих в повседневную клиническую практику, тем не менее, сегодня уже разработаны стратегии снижения рисков возникновения сердечно-сосудистых заболеваний в процессе противоопухолевого лечения. Существуют лекарственные препараты, от использования которых мы не можем отказаться с точки зрения онкологической целесообразности. При этом мы можем использовать более безопасные формы цитостатиков, например, таких как липосомальные формы или коньюгаты. В настоящее время уже отказались от одновременного использования антрациклинов и токсанов, прибегая к их последовательному назначению. Большинство болюстных введений заменили на инфузионные. В ряде случаев назначаются метраномные режимы с меньшей разовой дозой цитостатиков. В индивидуальных случаях может производиться замена препаратов в пределах одной группы на менее кардиотоксичные или исходно корректироваться стартовая доза препарата. Ну и, конечно, должна быть обеспечена коррекция существующей кардиальной патологии до начала противоопухолевого лечения, а также проводится адекватный мониторинг развитие возможных кардиальных реакций и их своевременная коррекция. Давайте рассмотрим некоторые конкретные ситуации. Если пациенту требуется назначение цисплотина, но этот цитостатик обладает рядом значимых нежелательных реакций. Поэтому для решения вопроса о возможности применения цисплотина зачастую используется понятие подходящих больных. И, как мы видим, наличие кардиальной патологии существенно ограничивает возможность его применения. Возможным решением данной проблемы может быть замена цисплотина на карбоплотин, который имеет несколько более широкие возможности применения, в том числе у более ослабленных пациентов со сниженной кардиальной функцией. Рак молочной железы. Наиболее распространенный вид злокачественного наобразования, средний возраст развития, которого около или даже более 60 лет. В связи с чем, каждая пятая пациентка имеет риск удлинения интервала КУТ, так как помимо онкологического заболевания уже имеет теле или иные сердечно-сосудистые болезни, нарушение ритма, электролитные нарушения, а также многие женщины принимают различные препараты, которые могут также негативно влиять на интервал КУТ. Все эти факторы необходимо учитывать, выбирая оптимальный лечебный режим в группе пациенток с люминальным типом рака молочного железы, в котором в случае отсутствия признаков пиццерального криза предполагается использование комбинированной гормонотерапии. Сегодня мы имеем возможность выбора трех препаратов из группы ингибиторов CDK4-6 зависимых киназ, которые с онкологических позиций обеспечивают абсолютно сопоставимые результаты. В аспекте кардиологической безопасности мы должны учить, что при использовании, например, рибоциклиба, пусть и крайне редко, но все же во всех проведенных исследованиях были зафиксированы случаи удлинения интервала КУТ второй и более степеней. Решением этой проблемы может быть замена препарата внутри группы на палбоциклиб, для которого такого рода негативные влияния в рамках рандомизированных клинических исследований зарегистрированы не были. Еще одна обширная группа лекарственных средств – таргетные препараты, которые используются для большого числа различных злокачественных новообразований и для которых характерны кардиологические нежелательные явления. Так, например, в исследовании препарата линвотинид при высоко дифференцированном раке щитовидной железы наиболее часто нежелательной реакцией было развитие артериальной гипертензии, частота которой в значимых степеней составила 43%. При этом стратегия редукции дозы позволила продолжать высокоэффективное противоопухолевое лечение и частота отмены терапии из-за неконтролируемой артериальной гипертензии составила лишь 1%. Более того, очень интересным оказался тот факт, что возникновение артериальной гипертензии было своего рода суррогатным маркером эффективности терапии, так как ее возникновение было сопряжено с более высокими показателями частоты объективного ответа на терапию линвотинибом, временем беспрогрессивной и общей выживаемости. Абсолютно аналогичные закономерности были отмечены при использовании линвотиниба для лечения гепатоцеллюлярного рака. Наиболее часто среди нежелательных реакций также отмечалась артериальная гипертензия и частота ее составила все те же 42%. И аналогично раку щитовидной железы артериальная гипертензия коррелировала с увеличением общей продолжительности жизни. Дополнительный аспект, который заслуживает особого внимания, это потребность в осуществлении коррекции предсуществующих кардиальных нарушений до того, как начата противоопухолевая терапия. Для этого необходима консультация кардиолога, еще раз подчеркну, до начала лечения, а также необходимо регулярное кардиологическое обследование на всех этапах противоопухолевого лечения злокачественного новообразования с целью своевременного выявления ухудшения со стороны сердечно-сосудистой системы и коррекции выявленных изменений. Все эти положения четко изложены в рекомендациях европейских и отечественных профессиональных сообществ и вновь является очевидной необходимость работы мультидисциплинарной команды в составе онколога, кардиолога и диагноста. В завершении хочется отдельно уделить внимание пациентам, преодолевшим онкологические заболевания. К сожалению, в нашей стране такой статистики нет, но по оценкам специалистов в США таких людей не менее 16 миллионов и популяция бывших пациентов продолжает расти. Это делает качественную жизнь после рака очень актуальной проблемой. Напомню, что в большинстве случаев это довольно возрастная популяция людей, имеющая в качестве сопутствующей патологии артериальную гипертензию, диабет и другие болезни. Противоопухолевое лечение в ряде случаев может утяжелить течение сердечно-сосудистых заболеваний. С учетом того, что эффективное современное противоопухолевое лечение позволяет увеличить продолжительность жизни пациентов, американские эксперты предлагают использовать не реактивный, когда борьба ведется уже с возникшей проблемой, а проактивный подход, который позволил бы предотвратить фатальное течение, например, артериальной гипертензии после лечения рака молочной железы. Авторы предлагают в рамках данного проактивного подхода к профилактике кардиотоксичности использовать систему ABCDE, где A – это оценка наличия факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, B – мониторинг артериальной гипертензии, C – скрининг патологии коронарных артерий, D – контроль гипергликемии и здоровое питание, и физическая активность. Все это позволит пациентам, справившимся с онкологическим заболеванием, долгие годы сохранять общее здоровье и в первую очередь избежать кардиологических проблем. Резюмируя все вышеизложенное, еще раз подчеркну, не просто целесообразность, а жизненную необходимость наличия специалистов-кардиологов в онкологическом учреждении. Слаженная работа такой команды позволит предложить каждому пациенту высокоэффективное и максимально безопасное противоопухолевое лечение, которое обеспечит наилучший показатель общей продолжительности жизни. Благодарю за внимание. Продолжение следует...